Собака-русалка, матроскин, печкина из простоквашина и пёс-супермен. В Новосибирске прошёл конкурс собачьих костюмов. Нарядились не только питомцы, но и их хозяева Юлия Федосеева о жизни собачьей. Наталья с мужем наряжает собаку в костюм русалочки. У итальянской борзой или по-другому левретки по кличке императрица Санта. Скорый выход на подиум. Она у нас русалка, ну а я, естественно, леший. Мы решили так, что русалка должна быть с зелёными волосами. Мы попытались, ну вот на такой, видите, на кусочек носочка, потому что под угом держаться не будет. Ну и вот так вот придумали и флосток, и юбочку, и флосток. Карнавал начинается. Русалку сменяет французский бульдог в костюме рататуя, а хайский супергерой выходит с подтанцовкой. У Жуковских две китайских охлатых собаки, но нарядилась почти вся семья. Они сегодня герои из мультфильма «Простоквашина». Для двухлетнего Илюши шили наряд почтальона Печкина. Коту матроски он достался вязаные костюмы гитара, а шарику кроссовки и фотоаппарат. Когда посмотрела этот мультик из детства, и захотела сделать много-много мелких деталей. Сначала даже не знала, как это вообще осуществить, а потом мысль за мыслью. Пришло время назвать победителей. Первое место жюри отдают сверхшнауцеру по кличке Фея. Она вместе с хозяйкой сегодня в новогоднем костюме. Я считаю, что это очень актуально. Пока еще идет зима, все равно мы все в праздничном настроении в таком золотом. Очень хотелось бы это передать. Хорошее настроение в виде веселых костюмов для зрителей, любителей собачек. Собаководы удивили даже самых искушенных зрителей. Традиционная выставка «Зимние встречи» собрала представителей десятков пород. Юлия Федосеева, Василий Тополев, Новости ОТС.